На этой неделе завершилась рабочая поездка президента Аслана Бжания в Санкт-Петербург. Как известно из официального сообщения, Аслан Бжания стрельнул из пушки в честь Дня ВДВ 2 августа и вернулся в Абхазию. Большую часть недели он провел в президентской резиденции. Один раз посетил место работы, чтобы представить назначенного им на должность секретаря Совбеза Рауля Лолуа. Это третья попытка Рауля Лолуа попасть во власть. За время президента Бжания он безуспешно баллотировался в депутаты в 1922 году, затем был представлен президентом на пост главы администрации Гудаутского района, но и здесь потерпел неудачу. Его кандидатура была отклонена районным собранием. В конечном итоге Аслан Бжания пристроил его в Совет Безопасности вместо Сергея Шамба. Ранее в Совбез в качестве заместителя секретаря был отправлен уволен из должности председатель СГБ Шурин Аслан Бжания Тимур Ахипа. Вместо генерала Ахипа портфель председателя СГБ получил подполковник Дмитрий Кучуберия, который известен в Абхазии тем, что подтянулся на перекладине на одной руке 32 раза и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сергей Шамба в обмен на понимание был возвращен в должность, которую занимал 14 лет назад, министра иностранных дел. Его представил коллективу вице-президент Бадра Кумба. Общественность Абхазии по этому поводу скорбезно шутит над чиновниками, напоминая предвыборные обещания Александра Анкваб и Сергея Шамба – не сесть за один стол. Шамба вошел в состав кабинета министров, который возглавляет Анкваб. Стол один. Напомним, что должность министра иностранных дел пустовала 4 месяца с мая нынешнего года, когда Аслан Бжания подписал указ об освобождении Инала Арценба. По неофициальной информации, 4 месяца ушли у Бжания на уговоры Шамба. Министр иностранных дел Сергей Шамба тут же назначил Максима Гвинджа и Даура Кови послами по особым поручениям МИД Абхазии. Видимо, за десятилетия особых поручений накопилось. Опять же напомню, что Максим Гвинджа был заместителем министра, когда Министерство возглавлял Шамба, а затем министром, когда Шамба ушел с должности. Министром иностранных дел был и Даур Кови, который уступил свой портфель Иналу Арценба в 1921 году и был сослан в заместители секретаря Совета Безопасности, пока его не назначили министром культуры, а затем заместителем главы Галского района. В этой чехарде бжаневских рокировок сам черт логу сломит. Наблюдать за тем, как накануне выборов бжаня лепит новую команду из остатков своих сторонников достаточно скучно. Поэтому от интриг царского двора к общественно значимым новостям недели. Депутаты Сухумского городского собрания приняли компромиссное решение не повышать в этом году цены на воду для тех потребителей, которые установят водомеры. Для тех, кто не установит, цена повышена в два раза. И не передавать исторический объект, дом инженера Даля в Сухуме, в республиканскую собственность. Дом находится на балансе Минкульта и администрации города. И похоже, что у каждого свои интересы, связанные с видами на приватизацию объекта, расположенного в самом центре столицы. Тем временем общественность обсуждает, как руководство страны кинуло инвестора акционерного общества ДАРТ, с которым договорилась о реконструкции Сухумского аэропорта. В 1923 году ДАРТ заменили на компанию сына Нургалеева «Инфраструктурное развитие», которая выиграла конкурс. И акционерное общество ДАРТ предъявило Министерству экономики Абхазии претензии по возвращению займа. За Министерство экономики ответило Министерство энергетики и транспорта. Его глава Джан Сухнанба переадресовал долги компании Нургалеева, которая подписала соглашение о восстановлении аэропорта в 1923 году. Компенсация расходов на проектирование объекта осуществляется утвержденным прошедшим конкурсным отбор инвесторам ООО «Инфраструктурное развитие», говорится в заявлении Министерства энергетики и транспорта. Нанба выступил с разъяснениями и на государственном телевидении, но здесь плавно ушел в защиту Бжания, видимо забыв, что он уже министр, а не глава администрации президента. Он считает, что говорить о нелегитимности действующего президента Бжания недопустимо и чревато последствиями. Наверное, соответствующие службы и правоохранительные органы, им виднее, они, наверное, дадут какой-то правовой оцен. Скорее всего, эти сбивчивые угрозы были адресованы лидеру оппозиционного движения Адгору Арцинба, который на брифинге 6 августа обвинил руководство страны в необоснованном займе. Впрочем, нелегитимным Аслана Бжания считают уже многие граждане страны, в том числе и его бывшие избиратели. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в социальные сети. Между тем, обвинения в адрес общественности и оппозиции в антироссийских настроениях, которые используют в своих публичных выступлениях и интервью российским СМИ Аслан Бжани, стали поводом для проведения круглого стола в Сухоми 8 августа. Его участники, представители научной и творческой интеллигенции, совета старейших, оппозиционных партий и движений, депутаты парламента, назвали взятую на вооружение и основном Бжания терминологию крайне опасной политической манипуляцией и провокацией, направленной на искажение существующей реальности. Они призвали руководство страны не использовать в своей внутриполитической борьбе тезисы, ведущие к дискредитации союзнических отношений с Россией. Приглашенные на круглый стол представители МИД Абхазии и посол Российской Федерации в Абхазии Шургалин проигнорировали мероприятие, приуроченное к дню признания Абхазии в России. И от слов к делу ветеранская организация АРУА продемонстрировала, что означают дружеские отношения, призвав руководство Абхазии предоставить беженцам из Курска временное убежище в Абхазии. Многие из нас готовы забрать беженцев в свои дома, говорится в заявлении АРУА. 8 августа в Сухуме состоялось собрание полицовета президентской партии Амцахара. Здесь тоже готовятся к выборам. Члены партии избрали третьего заместителя председателя партии. Им стал генеральный директор государственной компании Абхазту Рамас Джупуа. На этой неделе премьер-министр Анклаб, как и Аслан Джаня, засветился в информационном пространстве только один раз. Он провел рабочее совещание с вице-премьерами, министром энергетики и транспорта Джансуха Мнанба, министром финансов Владимиром Делба, министром экономики Кристиной Азган, с участием председателя парламентского комитета по бюджету Беслана Халваж. На таком фоне телеграм-канал Республика и подвел итоги многолетней продуктивной работы вице-премьера и министра экономики Кристины Азган, которые говорят сами за себя. Государственный долг за железнодорожный кредит в 2010 году госкомпании Абхаз Лизинг уничтожен, а земельный участок, выделенный под нее, переоформлен на членов семьи Азган. Энергетические и топливные кризисы, в результате которых за переток электричества Абхазия заплатила более миллиарда рублей, сокращение инвест-программы, долг по аэропорту. Тут можно было бы добавить и майнинг, и хищение на высоковольтной линии, но и перечисленного достаточно, чтобы не доверять такому правительству и говорить о коррупции и нелегитимности действующего президента. Действительно, у правоохранительных органов широкое поле деятельности.